Дорогие друзья, приветствую вас. Подписчик попросил разобрать акции Яндекса. Давно уже хотел по этой компании сделать обзор. Все по разным причинам откладывалось, то одно, то другое. Хотел обратить ваше внимание на то, что именно такие компании, как Яндекс, Альфавит, Гугл, Эппл, они являются локомотивами современной экономики и они обеспечивают ее движение вперед, открытие новых рынков, так называемых голубых океанов, развитие технологий просто ВП и так далее. И поэтому это именно те компании, которые являются драйверами современной экономики. Однако по поводу Яндекса у меня, честно говоря, есть масса вопросов и сомнений, потому что, скажем так, с этой компанией так складывается обстоятельство, что государство ее взяло в оборот. Да, там многие люди говорят, что и Гугл, и Эппл тоже работают на американскую разведку. Почему бы Яндексу не работать на нашу? Но, тем не менее, в тех странах там гласности, там общество, оно ограничивает влияние силовых структур на IT-сектор. А у нас как бы это может привести к тому, что Яндекс, он вместо того, чтобы быть золотым единорогом, который решает проблемы людей, превратится в большого брата, который следит за всеми. Вот этот момент меня немножко настораживает и смущает в Яндексе. Так, если мы посмотрим с вами фундаментальные показатели по Яндексу, то, что мы здесь увидим, выручка прогрессивно и очень мощно растет. То же самое происходит с чистой прибылью. Однако, дивиденды компании не платят. На самом деле, в этом ничего страшного нет. Все IT-компании, они, как правило, либо не платят дивиденды, либо платят очень низкие дивиденды. Там, например, Гугл-то много лет не платил дивиденды. Это связано с тем, что, во-первых, они очень много, большую часть средств инвестируют в новые проекты, и с тем, что они считают, что их деятельность достаточно рискованная, и поэтому всегда держат очень большую подушку кэша на случай всевозможных срывов или невыполнений и так далее. Поэтому для IT-компаний, которые так энергично развиваются, это вполне нормально держать, скажем так, деньги либо в проектах, либо в кэше и не платить дивиденды. Предполагается, что акционеры, они будут за счет роста компаний получать деньги. Так, ну вот у нас месячный график Яндекса. Что мы здесь видим? Сейчас акции компании, они заперты в диапазоне 1900-2500. То есть идет проторговка. Вверху продают, внизу покупают. Вверху продают, внизу покупают. Но сейчас образовалось такое вот поджатие на месячном графике, которое может свидетельствовать о пробитии вот этого уровня и, соответственно, движении акции вверх и ее разгон. Вопрос заключается только в том, насколько сильно могут эту акцию разогнать. Но поскольку как бы максимум только был недавно, 2700, мы с вами можем только предположить, до каких значений эту акцию могут поднять. Вот мы сейчас прикинем, построим. Ну вот получается, как бы первая цель это где-то в районе 3000. Вторая цель в районе 3700-3800. Это если будет пробитие. Но на самом деле здесь может быть и возврат, вот отсюда отбой, и возврат канала уход на 1900. Давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Вот недельный график. Но вот исходя из недельного графика, можно сделать вывод, что крупные игроки ведут набор позиций для того, чтобы акцию разогнать. Вот здесь есть определенные признаки. Я не буду углубляться какие, но тем не менее такие признаки есть. Вот то же самое на дневном графике. Здесь тоже я вот вижу ряд моментов, которые указывают на то, что акцию будут разгонять. Так, ну и на часовом тоже определенные признаки имеются. Но смотрите, на самом деле вот сейчас акция она достигла хаев, вот находится на хаях. Соответственно, если рассматривать краткосрочный период времени, то вот отсюда возможно корректировку вот сюда на 2500, 2500 и 2400. Вот, но в целом, если ориентироваться на дневной график, то у нас получается такая картина, что акцию готовят к тому, чтобы она улетела в космос. То есть может быть на 3000, может быть на 3800. Вот, поэтому если рассматривать в долгий срок, то, наверное, эту акцию имеет смысл в портфеле на какой-то процент держать. Потому что эта компания, она лидер IT рынка. Сейчас все переходит в онлайн, в интернет. И у Яндекса есть все шансы для того, чтобы расширить бизнес и расти. Поэтому, на мой взгляд, это единственная компания, которая даже если будет лютый кризис, она все равно свои позиции сохранит. Потому что за IT и за интернетом это будущее. Ну и, соответственно, если она начинает двигаться вниз, корректироваться, то вот у нее есть уровень 1900. Если как бы она 1900 пробивает на повышенных оборотах, это говорит о том, что у компании все плохо. И, видимо, надо лося зарезать в этой ситуации. Вот, но с другой стороны, если она вот к этому уровню будет корректироваться, идти вниз на пониженных объемах и отобьется, то очень высока вероятность того, что она вернется на 2500, вот в этот канал. И, возможно, сейчас вот крупные игроки набрали позиции, они ее будут запускать на 3000-3700. Таково мое видение по этой акции. Спасибо за внимание. До свидания.